Я выскажу и начинаю! Это было вначале южной макурзык, где я не могу! Танцы в народных костюмах – лишь небольшой эпизод празднования Дня Народного Единства. Здесь можно было попробовать национальные блюда, а главное – всего за несколько шагов каждый мог попасть из одной дружественной страны в другую. Площадки располагались рядом. Таким праздник сделали представители землячеств, диаспор и культурных автономий. Мы чем отличаемся? Мы ничем не отличаемся, мы все одни, единые люди. Народ у нас очень гостеприимный, у нас как сначала стол был очень грандиозный, и сейчас будет все хорошо как бы. Ну, люди сами знаете, все, что вкусно, все съедают очень быстро, на здоровье. Хотелось бы, чтобы всегда так было дружно, жили мы вместе, мы сильны, ну и, в принципе, мирного неба всем над головой. На праздник пришло около 300 человек, и каждый мог угоститься пловом, попробовать чак-чак и вкусные фрукты. Однако главным для собравшихся было не только это. Сплоченность, единение, и здесь вот нет различия нации. Вот это мне нравится. Я пришел, ну, недавно, видно здесь колоритно все. С разных народов все лучшее собрало. Площадки напомнили московскую ВДНХ, только здесь они расположены друг к другу значительно ближе. А значит, ознакомиться с обычаями азербайджанцев, татар, армян, пакистанцев и других народов можно было гораздо быстрее, и, что важно, в полном объеме. Площадок очень много, я и азербайджанцев увидела, и армян, и татар. В общем, это здорово, замечательно, вот это и есть единение наций. После увлекательной экскурсии по площадкам начался концерт, где, конечно же, вспомнили историю праздника. В 1612 году Казьма Минин и Дмитрий Пожарский собрали народное ополчение на битву с польскими интервентами. Начало 17 века фактически еще раз доказалось, что вне зависимости от сословий, вне зависимости от вероисповедания люди ополчились, сплотились лишь ради одного, чтобы дать отпор ополчению, чтобы дать, самое главное, если вы знаете страницы истории, зачеркнуть времена смутного времени. Единство народов отразилось в первом же выступлении. Танцевальные коллективы муниципалитета смогли совместить в номере сразу несколько разных традиций. Каждый коллектив колоритно отображал культуру своего народа. Например, можно было услышать казачий хор и увидеть, как филируют шашками. Ну а главное, в ходе праздника убедиться в том, что Россия – это большой дружный дом, где в мире и согласии живут представители разных национальностей.